Я рад очень за свою команду. Мы сегодня одержали крупную победу. И после последних матчей, где мы, к сожалению, пропускали достаточно много, сегодня мы сыграли на ноль. И в какой-то степени моя эмоциональность в конце, она была именно связана с тем, я понимал, что мы сегодня сильнее, что мы доведем матч до победы. Но мне очень хотелось, чтобы наша команда сыграла сегодня на ноль. Для того, чтобы и уверенность почувствовать, и чтобы было понимание, то, над чем мы работали при подготовке к игре, все-таки дает свои плоды. Признаюсь честно, что мы уделили в этом недельном цикле подготовки именно действиям в обороне, потому что, еще раз повторюсь, достаточно много пропускали голов в последнее время. Еще раз хочу поблагодарить свою команду за сегодняшний матч, за характер. Нам было довольно непросто, потому что Гомель играл с позиции силы, больше мяч контролировал. Ну а мы, естественно, использовали свои сильные стороны в атаке, наша группа атаки, пространство, проникающие передачи, ну и, естественно, исполнительское мастерство. Хотя при счете 1-0 было довольно непросто, и Гомель серьезное давление оказывал, да, но я считаю, что мы, еще раз повторюсь, довольно организованно сыграли в общекомандной обороне. Это касается и вратаря, и защитников, ну и всех футболистов, которые находились на футбольном поле. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить нашего очень хорошего футболиста, очень сильного футболиста, приятного парня во всех отношениях Фомба, который уедет играть в другой чемпионат. Сегодня он провел последнюю игру за наш клуб, и, честно признаюсь, я восхищен его вообще отношением как профессионала, как человека. Он за непродолжительный отрезок времени влился очень сильно в коллектив, поэтому, пользуясь случаем, хотел бы его поблагодарить как профессионала, как человека, и пожелать ему дальнейших успехов в карьере. Ну, а Гомелю хотелось бы пожелать, все-таки в лиге конференций, непростой соперник, но поехать и достойно выглядеть, и представлять нашу страну на европейской арене в Еврокубке. Мы при подготовке к Гомелю учитывали стилистику игры команды, да, мы видели то, что фланги у Гомеля, атакующие полузащитники, играют в широких точках, это и Ола, да, это и Потапенко, то есть довольно быстрые техничные ребята, и они играют довольно широко на бровках. Поэтому, ну, это особенность игры Гомеля, понятно, что мы, изучая соперника, естественно, при подготовке учитывали те оборонительные действия, что нам нужно противопоставить сопернику, чтобы, ну, каким-то образом, скажем так, лишить их сильных сторон именно на флангах. Я думаю, мы понимаем то, что и Ола, и Потапенко это довольно креативные футболисты, поэтому в целом считаю, что мы справились. Неудачная игра и по содержанию, и по результату, это естественно. Готовились, знали, что в Минске есть длинные передачи, козыри, контратаки, на стандартах неплохо действуют. К сожалению, не смогли ничего противопоставить, пропустили три мяча. У нас, я считаю, что до чужой штрафной, когда доходил мяч, было моментами довольно неплохо, но не хватало последнего заключительной передачи, последнего паса, чтобы найти партнера и завершить усилия всей команды для того, чтобы забить гол. Но этого не получилось, и, соответственно, такой результат не в нашу пользу. К сожалению, дается сложно голы нам, и сегодня очень недалеко пропустили. Пытаемся найти способ для того, чтобы исправить ситуацию, и над этим работать. Пытались действовать разнообразно, где-то получалось, где-то не совсем, в четверг другой соперник, другой турнир. Попытаемся сыграть так, чтобы результат был не такой, как сегодня, положительный в нашу пользу. Ну, сейчас можно говорить все, что угодно, можно было и раньше, и позже. Получилось так, как получилось. Рассчитывали на то, что ребята выйдут и добавят и в движение, и в качестве, которые выходили на замену. Мы анализировали предыдущую игру Минска с БАТЭ. Во втором тайме команда Минска чуть подсела, поэтому рассчитывали на то, чтобы в концовке добавить, чтобы у нас было преимущество. И все-таки создавать больше моментов, чтобы забивать, и результат был в нашу пользу. Минска довольно компактно обороняется, поэтому очень сложно через середину добраться до ворот. Понятно, что пытались мы доставлять мяч и через середину между линиями, но больший акцент был для того, чтобы вскрыть фланги и делать целенаправленные передачи на наших атакующих футболистов. Но вот о чем я уже говорил, целенаправленных, к сожалению, было немного, и остарты, соответственно, мало было возле ворот соперника. Субтитры создавал DimaTorzok